Национально настроенные активисты в Пешкеке требуют высылки китайских нелегалов. В случае бездействия властей они готовы действовать самостоятельно. Через месяц мы сами пойдем по офисам иностранных компаний и проверим законность пребывания их сотрудников в республике. Задержанные в День независимости Казахстана подают жалобу в прокуратуру на действия полицейских. Вышли просто почитать, ничего такого мы не делали, ничего не нарушали. В Таджикистане острый дефицит специалистов технических профессий, однако молодежь поступает лишь на гуманитарные факультеты. На инженера сложнее учиться, чем по нашей специальности международных отношений. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бешкекской студии. Я Шавка Тургаев. Здравствуйте. Активисты из Кыргызстана готовы сами ловить китайских нелегалов, если этого не сделают власти. В Бешкеке у посольства Китая сегодня прошел митинг. Протестуют против заключения этнических кыргызов в лагере политического перевоспитания в Синьцзяне. Организаторы выдвинули три требования, в том числе выдворить из страны всех китайцев, въехавших незаконно. Руководство Кыргызстана дали месяц, а после активисты обещают действовать самостоятельно. Дарья Тимофеева побывала на митинге. Снег и мороз выразить негодование не помешали. В минусовую погоду у китайского посольства собрались около ста человек. В чуть меньшем количестве их ожидали сотрудники милиции. К представительству пришли несколько родственников, задержанных в Китае кыргызов и уйгуров, но в основном просто сочувствующие. Китайской стороне требование одно – прояснить ситуацию, за что лишают свободы представителей этнических меньшинств. Казахов, уйгуров, кыргызов сажают в Китае в лагеря, притесняют, преследуют. Мы хотим просить, чтобы у наших братьев были равные права, как и у остальных граждан Китая, чтобы они не страдали. Китай – социалистическое государство, социализм пропагандирует гуманность и равенство. Два других требования адресованы уже руководству Кыргызстана – проверить законность выдачи гражданства китайцам за последние 10 лет, а всех нелегалов из соседней страны депортировать на родину. Ночью из регионов приезжали, чтобы участвовать в акции. Все пишут в WhatsApp, даже соотечественники за рубежом поддерживают. Есть, конечно, провокаторы, призывающие к насилию в отношении китайцев здесь. Но мы за мирное решение, без конфликтов. Единственное, хотим, чтобы граждане Китая, которые тут находятся незаконно, покинули республику. На выполнение требований властям отвели месяц. Особо активным участником протеста стало общественное объединение Кыргчуро. Движение хорошо известно в Кыргызстане и даже за его пределами. Пропагандирует, а порой весьма грубо отстаивает традиционные кыргызские ценности. Активисты срывали мероприятия ЛГБТ-сообщества, выступления, по их мнению, бездравственных певцов. Участвовали в рейдах с правоохранителями. На этот раз также обещают не остаться в стороне. Через месяц мы сами пойдем по офисам иностранных компаний и проверим законность пребывания их сотрудников в республике. До этого мы вместе с милицией проводили такие рейды в нескольких организациях. У нас есть опыт. Если госорганы не захотят вместе, если откажутся, то мы и другие активисты пойдем сами. Отказаться от подобных мыслей активистов призывают дипломаты. Ситуацию это только усугубит. Даже нынешняя акция может стать поводом для ноты протеста со стороны Китая. Действовать советуют сугубо в правовом русле. Не принимают критические замечания, высказываемые целым мировым сообществом касательно прав человека. Это довольно-таки болезненный вопрос для Китая. Поэтому я не думаю, что этот вопрос, вернее данная акция, она в какой-то степени способствует разрешению. Другой вопрос, что она даст понимание китайской стороне о том, что все-таки этот вопрос, он имеет место быть. Буквально накануне деликатным этот вопрос назвал и президент страны. Сорунбай Джейнбеков заявил, что переговоры идут, но вмешиваться в политику другого государства Кыргызстан не вправе. Участники протеста сегодня передали письмо в посольство Китая. В течение месяца обещают провести еще ряд подобных акций. Более масштабный митинг запланирован на начало января. Дарья Тимофеева, Самат Алыжбаев, Настоящее время Азия, Кыргызстан, Бишкек. Экс-премьер-министр Кыргызстана Саппар Исаков обвинил президента Сорунбай Джейнбеков в политических преследованиях. Такое заявление бывший глава правительства сделал на судебном заседании по изменению ему меры пресечения. Его слова распространила пресс-служба Социал-демократической партии Кыргызстана. Исаков заявил в суду, что не собирается покидать Кыргызстан, верой и правдой служил в стране и будет это делать всегда. Он отметил, что за всеми процессами стоит аппарат президента и те люди, которые разыгрывают эту политическую игру, ни к чему хорошему не приведут. Я хочу сказать, что за всеми этими процессами, вы хорошо это знаете, уважаемый суд, стоит аппарат президента и контролирует каждое дыхание ваше, каждое слово, которое вы здесь говорите. Поэтому я скажу, здесь сидят представители органов. За этим стоит Сорунбай Джейнбеков, который лично контролирует этот процесс, мой процесс. Я еще раз хочу передать, пожалуйста, передайте ему, что он и сам прекрасно знает, что я честно работал для своей страны. Он знает меня 30 лет, он знал хорошо моего отца. Я напомню, Сапара Исакова обвиняют в коррупции при модернизации бишкекской ТЭД. Следствие считает, что Исаков, будучи заводелом внешней политики и замруководителя аппарата президента, пролоббировал интересы китайской компании при выборе подрядчика. По этому делу, кроме самого Исакова, проходит несколько высокопоставленных чиновников. Превышение полномочий и борьба с коррупцией. Как стало известно, госслужба финансовой разведки Кыргызстана требует от коммерческих банков информацию о владельцах счетов и ячеек. Экономисты сразу же заявили, что это незаконно. Продолжить тему Джазгуля Гембердиева. Еще до запроса госслужбы финансовой разведки о получении данных клиентов коммерческих банков в Кыргызстане произошло событие, которое вызвало большие сомнения о сохранности банковской тайны в стране. Госкомитет национальной безопасности опубликовал видео изъятия денег из банковской ячейки экс-вице-премьер министра Кыргызстана Дышенбека Зилалиева. Пару недель назад бывшего чиновника обвинили в незаконном обогащении и заключили под стражу. Но факт взлома его банковской ячейки пошатнул доверие к банковской системе в целом. Позже Оптима Банк, где Зилалиев хранил свои богатства, заявил, что видео было снято более года назад из-за просрочки аренды ячейки и предоставлено самому клиенту. Информацию подтвердили и спецслужбы. И вот теперь новый звонок. С целью противодействия терроризму и средствам, добытых преступным путем, Госслужба финансовой разведки хочет заполучить все данные клиентов коммерческих банков Кыргызстана. Речь идет об их счетах и ячейках. Письмо разведчиков с повышенным грифом важности, адресованное коммерческим банком, попало в сеть и вызвало бурный резонанс. Этот запрос госоргана противоречит законам о банковской тайне, согласно которым финансовые учреждения не вправе разглашать сведения о банковских вкладах, операциях своих клиентов, если на то нет законных оснований. Если они делают запросы относительно каких-то подозрительных операций, подозрительных личностей, которые имеют счета, там не только граждане Кыргызстана, у нас имеют право открывать и не резиденты нашей страны, юридические, физические клиенты, это я думаю, это абсурд. Это получается так, что под подозрением находятся практически все лица, которые открыли счета или арендуют банковские ячейки. В Кыргызстане работает более 20 коммерческих банков. Они направили обращение президенту и службе финансовой разведки, где сообщили, что запрос этот нелегитимен. Такая же позиция и у Национального банка Кыргызстана. Сплошная передача данных по всем клиентам банков не в полной мере соответствует закону о Национальном банке Кыргызской республики, банках и банковской деятельности. После общественного резонанса служба финансовой разведки опубликовала на своем сайте разъяснение. В целях автоматизации процесса сборки, обработки, анализа и хранения информации в едином формате планируется формировать электронный реестр. Электронный реестр банковских счетов и банковских ячеек будет формироваться в отношении лиц, групп, организаций, совершающих сделки, предусмотренные в главе 5 закона номер 87. Будет носить справочный характер и не будет содержать информацию об операциях, сделках и количестве денежных средств клиента. Главный финансовый регулятор Кыргызстана отмечает важность обеспечения банковской тайны. Иначе доверие к системе упадет и приведет к оттоку капитала. А как следствие взлетят процентные ставки как по депозитам, так и по кредитам. И в целом снизится инвестиционная привлекательность Кыргызстана. 20 жителей Астаны, которых задержали 16 декабря в День независимости, просят привлечь к ответственности полицейских. 10 из них уже написали заявление в прокуратуру о защите своих прав. Люди говорят, что их отвезли в отделение полиции лишь за то, что они хотели возложить цветы к памятникам и прочитать молитвы по погибшим 16 декабря 1986 года и в Жан-Аузене в 2011. Светлана Глушкова пообщалась с пострадавшими. Несколько задержанных на этих кадрах просят отпустить домой одну из женщин. У нее дома остался ребенок. Кто-то возмущается, что им не дали дойти даже до памятника жертвам Голодомора, чтобы возложить цветы в День независимости. Руслан Жамей говорит, что полицейские задерживали всех, кто оказался рядом. На пересечении АБ нас задержали, так как, возможно, у меня находились в руках цветы, я так понял, из-за этого. Цветы на памятник не дали возложить. Цветы я оставил на скамейке, на углу на пересечении. В тот день у Руслана Жами полицейские отобрали телефон и до сих пор его не вернули. В отделении, говорит, провел 4 часа, но так и не смог понять, за какие именно нарушения. В тот день, 16 декабря, полицейские дежурили у памятника с автобусами спецназа и объясняли свои действия так. Так как праздник, у нас гуляние людей, обеспечим охрану общественного порядка. В данном участке больше ничего. Еще четверых активистов полицейские задержали у другого памятника, родине матери. Именно здесь власти обычно проводят торжественные мероприятия в День независимости и другие праздничные даты. В этот раз, по версии полицейских, активисты нарушили правила дорожного движения. Поэтому были вынуждены проехать с ними. Сейчас мы зафиксируем полностью. Двонили сплошную. Инкартиш Тыбаева, одна из тех четверых, которая была в автомашине, говорит, без объяснения причин провела в участке 5 часов. У нее тоже отобрали мобильный телефон, но позже вернули. 16 декабря, говорит, пошла к памятнику, так как считает себя патриотом. Вышли просто почитать, ничего такого мы не делали. И ничего не нарушали. Уже на этих кадрах двое полицейских заглядывают в автомашину, где сидит Абдурахим Бесен. Полицейские говорят, что есть какая-то повестка, и надо проехать с ними. Но никакой повестки активист так на руки и не получил. Его не задержали, но и поехать никуда он так и не смог. Они хотят увезти, чтобы я не поехал на площадь какой-то, например. И я хотел намеренно почитать Куран, который жертвован в 1986 году. Наши братья, наши сестры. В полиции задержанные провели почти весь день. У некоторых изъяли телефоны, другим вручили постановление, что они могут быть причастны в участии в митинге запрещенного в стране движения ДВК. Что происходило в тот день, при службе полиции Астаны прокомментировать отказались. Каждый из нас это не может сдавать. У нас как положено по регламенту, при службе дают. Я ничего не могу сделать, тем более там, если меня не было. В прокуратуре Астаны попросили отправить официальные запросы. Говорят, нужно время, чтобы разобраться, были ли нарушены права граждан в День независимости Казахстана или нет. Светлана Глушкова, Гонезат Успанов, Настоящее время Азия, Казахстан, Астана. Президент России Владимир Путин сегодня общался с журналистами. Это традиционная пресс-конференция российского лидера, в которую он подводит итоги года. Подобные беседы с представителями СМИ российский президент проводит в 14-й раз. Впервые это произошло в 2001 году. Путин отвечал на вопросы 3 часа 45 минут. Ему успели задать 61 вопрос, 53 представителя СМИ. Самая продолжительная пресс-конференция состоялась в 2008 году. Тогда он общался с журналистами рекордные 4 часа 40 минут. Владимир Путин заявил, что Россия будет укреплять свою военную базу в Таджикистане. Эти слова он произнес, отвечая на вопрос об урегулировании конфликта в Афганистане между правительством страны и движением Талибан. Мы не против урегулирования. Мы вообще считаем, что оно может быть достигнуто только и исключительно путём договорённости между всеми сторонами политического процесса в самом Афганистане. Ну а до этого мы вынуждены укреплять, будем нашу военную базу в Таджикистане. Мы исходим из того, что афганский народ всё-таки сможет между собой договориться, все политические силы, этнические группы смогут найти консенсус. Мы настолько, насколько мы будем в состоянии, будем способствовать этому процессу. Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Чикаго Трибюн», прокомментировал заявление президента Дональда Трампа о том, что США одержал в Сирии победу над группировкой ИГИЛ и принял решение о выводе своих войск. При этом Путин отметил, что армия США в Сирии находится незаконно, на то не было резолюции Совбеза ООН или приглашения руководства Сирии. В целом я согласен с президентом Соединенных Штатов. Мы, я уже об этом тоже говорил, добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары по ИГИЛ в Сирии. Что касается вывода американских войск, я не знаю, что это такое. Допускаю, что это возможно. Одним из первых вопрос Путину задал журналист украинского информационного портала «Униан» Роман Цымбалюк. Он спросил, когда отпустят украинских моряков, которых задержали во время конфликта в Керченском проливе. Вопрос об освобождении украинских военных, задержанных в Керченском проливе, ну, точнее, в Черном море. Я уже сказал, эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела. Примечательно, что на пресс-конференцию не пустили главного редактора издания «The Insider» Романа Доброхотова. Он автор резонансных расследований о ГРУ. За полтора часа до начала мероприятия он написал в своем твиттере, что его не пускают в ССО, хотя его аккредитовали. Доброхотов написал следующее. Быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина, почетно. Он также пообещал поздравить президента России с Днем Чекиста новым расследованием. Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что на пресс-конференцию допустили 99,9% сотрудников СМИ. Не пустили только людей с определенными заболеваниями и судимостью, сказал Песков. Смотрите далее в нашей программе. В Таджикистане острый дефицит специалистов технических профессий, однако молодежь поступает лишь на гуманитарные факультеты. На инженера сложнее учиться, чем по нашей специальности международных отношений. Руководство СИЗО в Алматы сегодня снова пообещало журналистам, что отопление в следственном изоляторе, которое так и не появилось, будет подключено до конца рабочего дня. Однако свое обещание очередной раз полковник Туякбаев не выполнил. Напомню, две недели назад он обещал то же самое, но на деле подследственные продолжают мерзнуть в холодных камерах. Шопану Розбеку продолжит. Вопрос с отоплением в СИЗО Алматы все еще остается открытым. Руководство продолжает держать подследственных и своих подчиненных в холодных камерах и кабинетах. К слову, ни одно обещание, данное начальником контролирующего ведомства, так и не было выполнено. Журналистов снова пригласили в СИЗО, но в камеры так и не впустили. Хотя ранее полковник Туякбаев обещал лично, что покажет условия содержания подследственных. Что обещал? Я вам сказал, территорию вы же сняли, видели же. Я же разрешил вам снять. О камерах я не могу, потому что нужно письменное разрешение, что они готовы снимать или давать интервью. А вот родные подследственных опять опровергают слова местного начальства. Говорят, в камерах все так же холодно, а обогреватели только за счет арестантов. Хожу на встречу с ребенком, на свидание хожу. Я простояла там два часа. Я заболела, слегла. Три дня у меня была температура, а ребенок рассказывает, что они спят там в куртках, в зимних куртках, в носках. То есть они практически не раздеваются. Кипятка нет, три дня у них света не было. Между тем, как выяснилось, на кампанию, которая обеспечивает теплом не только СИЗО, но и другие прилегающие здания, уже заведено уголовное дело. За хищение в особо крупном размере. Администрация президента очень быстро отреагировала, отписала к генеральному прокурору, взяла на контроль. Мы уже получили ответ по статье «Хищение государственного имущества бюджетных средств в особо крупном размере по четвертой части. Возбуждено уголовное дело на директора Янбек Жоугашты». Подследственным же придется ждать, когда поступит тепло в камеры. А полковник Туикбаев в очередной раз обещал, тепло будет сегодня вечером. Но на момент написания материала отопление в СИ-18 так и не появилось. На этот раз тоже даете слово офицеру, что будет тепло завтрашнего дня? Ну, сегодня в течение дня будет. Шулпану Рызбекова Павел Энгельгард. Настоящее время Азия. Казахстан. Миллиарды в пшеницу. Национальный банк Казахстана сообщил сегодня, что активы единого накопительного пенсионного фонда, в который стекаются пенсионные отчисления работающих граждан, инвестированы на рыночных условиях в облигации Холмдега КазАгро. Речь идет о сумме в 450 миллиардов тенге. Это примерно миллиард 200 миллионов долларов, что вдвое превышает собственный капитал КазАгро. Срок обращения облигаций 15 лет. Ставка вознаграждения 10% годовых, говорится в сообщении Насбанка. Там же отмечается, что холдинг КазАгро, цитирую, относится к числу надежных заемщиков на рынке ценных бумаг. Напомню, еще в начале этого года власти Казахстана выделили 60 миллиардов тенге из Государственного фонда социального страхования, деньги на покупку облигаций КазАгро. Управляемый государством Единый накопительный пенсионный фонд аккумулирует обязательные и добровольные пенсионные отчисления работников государственного и частного сектора. В ЕНПФ по состоянию на начало декабря 2018 года собрано около 9 триллионов тенге. Это порядка 24 миллиардов долларов. В Таджикистане о нехватке инженерно-технического состава и работников говорят везде и в стенах парламента, и в высших эшелонах власти. Конкретные цифры не называются, но нехватка специалистов ощущается уже очень остро. В чем причина, разбирался Анушир Ванарико. В Таджикистане уже многие годы среди молодежи в тренде гуманитарные дисциплины, медицина и спорт. При этом после получения дипломов две трети выпускников по специальности не работают. Молодые люди сознательно выбирают гуманитарные факультеты, так как полагают, что не смогут учиться на инженера, архитектора или программиста. Знаний, полученных в школах, для этого недостаточно. А диплом хоть о каком-то высшем образовании иметь хочется. На инженера сложнее учиться, чем по нашей специальности международных отношений. Я хотел поступить на экономическом факультете, но мой отец сказал, что филологический факультет – это самый лучший. Больше всего предпочитаю гуманитарный, поэтому приняла решение, что поступлю в международную журналистику. Ну, математика, мне кажется, это не мое. А вот именно то, что связано с юридическим факультетом или гуманитария – вот это точно мое. Отец экономист, и я тоже хочу быть экономистом. Вступительные экзамены абитуриенты сдают в едином тестовом центре. Специальности поделены на пять кластеров. Абитуриент выбирает 12 направлений, по которым сдаёт общий экзамен. Первый технический и инженерный кластер в своих предпочтениях молодёжь выбирает редко. Мест здесь обычно больше, чем желающих учиться. Конкурса практически нет. Статистические данные централизованных вступительных экзаменов текущего года с прошлым годом, исходя из выбора абитуриентов специальностей данного кластера, согласно этим данным замечается некая положительная тенденция, так как в прошлом году общее количество абитуриентов, выбравших специальности первого кластера составляло около 83%, а в текущем году данный показатель составляет около 92%. Армия юристов, экономистов, менеджеров и спортсменов растёт с каждым годом, а новых рабочих мест для них в стране уже нет. В основном, как мы отметили, они выбирают гуманитарные. Много выборов относится к таким направлениям подготовки, как международные отношения, как юриспруденция, как экономика. У нас реализовывается образовательная программа по бакалавриату, это проекладная информатика, как мы сказали, всего-навсего на одно место подано 25 выборов абитуриентов. Инженеров, технических специалистов в стране катастрофически не хватает. Данных, сколько именно молодых специалистов-технарей нужно прямо сейчас, нет. Но о нехватке постоянно говорят руководители профильных министерств и ведомств, а также сами сотрудники центра тестирования. Центр ежегодно и регулярно проводит разъяснительную работу среди учащихся образовательных учреждений общего среднего образования, а также среди выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования именно для привлечения абитуриентов к тем специальностям, которые включены в первый кластер, а также которые являются действительно очень востребованием на рынке труда. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо вести не только разъяснительные беседы, но и повышать авторитет технических специальностей, уровень среднего образования, а также улучшать материальный уровень специалистов этих отраслей. Работа ведется уже сейчас, прогресс есть, говорят специалисты, но на это потребуются годы. Анушерон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала Настоящее время в Ютубе. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok